здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео значит сегодня у нас 15 февраля погода зацените погода наверно плюс 80 днем ну короче видео посвятим такой проблеме как заставить гусей нестись как можно раньше с учет чем раньше мы сможем заложить яйца тем лучше гуси получится у нас гуся трубали чем позже тем сложнее им выжить начинаются они в болезни всевозможные ну как болезни они так крепкая птица но все равно у меня в том году в жару попали они как-то на жаре совсем сникли двое по моему коней привязала ну не суть значит первое условие так скажем для того чтобы получить нормальные яйца ну одно из важных условий это конечно кормежка видите травы особо нету зеленой ну и снега не это тоже хорошо поэтому мы их стараемся выпускать по возможности даже если там поутру нулевая температура не тепло не очень тепло все равно мы их выпускаем чтобы они могли немножко как бы мациона не был какой-то выгулять себя погрызть природной еды то есть травы каких-то там и не знаю чем там едят ну и соответственно у них есть кормушка в которую мы им даем зерно значит момент ну вот уже с января месяца единственное еще еще один такой важный момент очень важно сделать увеличить им длительность светового дня как и у курей это очень важно иначе будем ждать до апреля месяца они ничего нести не будут сейчас же мы еще в январе я установил им там в ихнем сарае сделал свет ничего там такого не надо там обалденный каких-то дневного света лампы стоит 100 ваттные там 300 ваттный самую купил самую обычную экономочку хана 10 ватт берет а светит как 90 по моему листов и и вполне достаточно я и даже если честно не выключаю потому как время нет лень следить за этим она включена постоянно давайте мы перейдем к ним сара сейчас посмотрим когда все у них там выглядит происходит так мы сейчас сейчас я вам покажу сара у них блатно час переделали приобрели себе жилье дополнительно значит вот их не место постоянного жительства илюха давай мы яйца соберем смотрите значит сколько у нас вообще гусей кто знает или никто не знает это всего сейчас из них гусак на она больше десяти на но они не могут нести все 10 допустим в одной части в общем максимальное количество яиц которые нулюх от иди я покажу как свет сделал прикрыть дверь не просто прикроет значит смотрите лампочка вот обычная лампочка она дает она сейчас уберу свою подсветку переносную вот она дает такое освещено принципе достаточно ярко светит хорошо да ока нет мы их нам пришлось их просто забить переноску временно пока вот так сделали конечно еще все в процессе дом купили недавно соответственно все это происходило тут переработка этого всего вот кстати пол сделали им теплый видите да пилочки насыпаны получается гуси птица такая скажем так любительница воды и соответственно ходит везде мрачно все где сидят гуси там всегда слякоть мерзость но такое болото до разводят болото в любом месте здесь же у нас из-за того что подстилках она сама по себе перерабатывает хорошо ей нужно чтобы было влажно она получается нормально но подстилка заложена недавно была она еще толком не поработал у нас сюда же цвет наших опилок не превратился цвет извини за выражение полета ну ничего в чем прикол значит начали мы отсвечивать где-то в январе месяце еще до рано-рано начали светить рано-рано мы начали светить сразу они 1 сперва первую очередь откройте лучше видно бараками в первую очередь понеслось там пару гуса проходит это недели ну скажем так сейчас у нас какое число 15 февраля 15 февраля и где-то в начале февраля они уже начали там по 4 по 5 сейчас вот дошло до 10 езды только сразу оговорюсь это не каждый день грубо говоря получается сегодня снеслись завтра там может быть одно-два ну как бы нет такого что да уж каждый по 10 я не знаю может у супер каких-то мега заводчиков усей этот процесс как как мне все рассказывают мясо убивает куры несутся яйцо в день до яйцо в день неделю в году а все остальное время получается как получается извините меня то у них ну не будет ладно не отвлекаемся по гусям вот такими она они поделали вот такие вот себе лёжки для ну как бы гнезда сделали уха раскопает и вставай сложить сразу яйца собирай в чем хорошо подстилка яйца чистые получаются и ухо сделай так чтобы чуть-чуть бери вот эту сразу фигню ставь на бок себе чтоб не бегать чтобы я быстро ну чтобы это все видео быстро прошел вас значит смотрите ребят ну максимум получалось 10 яиц в день собиралась а мне надо собрать на мой инкубатор там 40 штук грубо говоря за неделю соберу да за неделю у нас получилось ну за неделю до чем быстрее мы соберем быстрее заложим тем лучше соответственно ну в идеале это неделя в максимум это две недели держать яйца ну вообще в идеале как бы неделя если не за неделю собираются и в этом углу тоже есть они все сделали себе гнезда можно будет потом это все я вообще его предлагаю ему бросить сюда скат какой-нибудь жигулевский там какой-нибудь такой небольшой чтобы она у них в нем в нем было но они вот так вот они всегда делают такие лёжки в принципе что помнишь что были на этом самом пуха то своим сверху накрывают яйцо у них температуру скажу сразу ну как бы подстилочка греет ну яйца я так понимаю они не должны охлаждаться на послушать не получится в общем о чем было видео скажем ханда еще раз покажем я вам на виду вот собралась а у нас уже на одну закладку это буквально за неделю уже чуть-то неделя за неделю собрал собралась вот такое количество у нас гусиных яиц соответственно мы сможем все люха забираю хату чтобы они не переохлаждались яйцо обязательном порядке собираем желательно чтобы она не при охлаждалась ну то есть температура не ниже плюс 8 градусов все еще следим до следим как только снеслись но ты люха ходит там он знает они утром несутся до обеда не сносятся в принципе поэтому он утром пришел сразу собрал встал пораньше и там часам десяти второй раз проверил соответственно яйца стараюсь чтоб яйца не лежали яйца практически всегда собираются теплыми значит что еще если бы не подсвечивали яйца бы появились первые в апреле поэтому очень важно обязательно включить им свет я в том перед этим мне это самое как-то все это на тормозах пропускал не мог понять в чем дело он там знакомый говорит я уже инкубацию провел одно у тебя еще и яиц нету оказалось а что я тупил и не делал им не удлинял световой день из-за этого они не знали что весна пришла и ничего нести не хотели соответственно теперь этих проблем не моя это знаю и с вами делюсь эта информация я надеюсь это поможет вам получить раньше больше яиц ну и соответственно цыплят лучше здоровее чем раньше мы инкубируем их тем лучше они будут и второй момент после ну где-то за месяц до начала яйценосности не надо их закарливать ну допустим у меня была кукуруза не тут и и так сжирали что потом поднять гуся не могу на весел с обычных четырех с половиной килограмм они вырастали килл до 9 до поднять невозможно было заживили капец мы сейчас их посадили на такую мало скажем мало белков очень мало углеводную диету короче трава и ячмень посмотрим что это даст не даст ну один из факторов немаловажных это кормежка если кормить кормить перекармливать их допустим тем же зерном закармливать и той же кукурузной то очень большая вероятность того что яйца будут как говорится сжиревшие и соответственно с них ничего не вылезет если же они у меня сейчас по воле бегают хавают траву в траве все что только не придумай соответственно яйцо должно быть нормальная и про инкубироваться должно тоже нормально свет кормежка я думаю у вас будет все отлично гуси нанесут много яиц из которых появится много гуся подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго